Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Coins. Как и обещал, сегодня поговорим про роды в США и та новая информация, которую я располагаю. Большинство людей, которые идут из России, Украины, из стран Санкт-Петербурга, как право не муссу, лукаво, приехав в Америку и родив ребенка, и даже до этого пробивают себе страховку типа Medicaid или Medical, в зависимости от штата, называется по-другому, но суть не в этом, это страховка покрывает все расходы бароном. Вот, не только на ребенка расходы, но и на маму. Дальше люди вылетают из Америки. Но это неправильный путь, потому что таким образом люди себе закрывают дорогу в США. При следующем визите на границе им задут вопрос, рожали ли вы в Америке, а если да, то пользовались ли вы вот такой страховкой. Потому что страховка, в первую очередь, предназначена не для приезжающих людей, а для непосредственно малоимущей категории граждан США, которые не могут себе позволить рожать на платных условиях. Поэтому, родив на таких условиях, вы себе автоматически закрываете дорогу. По своей практике могу сказать, что подавляющее большинство тех, кто приезжал рожать в Омах, быть люди, которые приезжали в один конец, то есть, соответственно, они и рожали, и, соответственно, дальше подавали на беженство, или там другие способы легализации искали. Вот. Ну, в этом случае, если вы приезжаете и подаете на беженство, действительно, есть резон сэкономить свои бюджеты, потому что из Америки вы уже не выезжаете в очень продолжительный промежуток времени, даже весьма и весьма, вот. И, соответственно, тут вы особо ничем не рискуете, если подаете на страховку. Другое дело, если вы планируете уехать из США, если вы представитель среднего класса и не планируете идти путем беженства, а планируете уехать себе обратно на родину, в свою страну, или просто путешествовать с тем, чтобы потом без проблем вернуться обратно в Америку. Вот. В этом случае возникают различные роды проблемы. Связано с тем, что клиники в США играют в командную игру со страховыми компаниями и выставляют достаточно раздутый счет, надеясь на то, что у человека есть медицинская страховка. А если вы планируете оплачивать свои расходы на личной форме, об этом можно заранее клинику проинформировать, и тогда немножко будет другой счет. Ну, в среднем ценник из клиники будет выставлен вам в пределах где-то 22-25 тысяч долларов. Это так, если просуммировать все расходы. Одни из моих последних клиентов, как раз вот, приехав, получили именно такой счет на 25 тысяч долларов. Ну, там была своя специфика, своя сложность. Люди специально ехали в Америку, скорее не для того, чтобы получить гражданство для детей, а потому что действительно были сложные роды. Были определенные опасения в том, что специалисты в России и в Москве смогут квалифицированно это сделать. Там была двойня и очень сложные роды. Но, тем не менее, ценник был выставлен на 25 тысяч долларов. Я не знаю, какие услуги предлагают другие граждане, компании и так далее. Я на месте не стою и всегда стараюсь найти какие-то новые варианты. Всегда стараюсь обогатить свои знания, найти новых людей и найти новые пути решения, казалось бы, уже решенной ситуации. В данном случае, если вы помните, несколько месяцев назад я снял видео, посвященную страховым компаниям и в том числе страховке народа. Тогда я очень скользь упомянул про вот эту страховку. И фактически сразу после того, как видео было снято, я очень плотно пообщался с владельцами страховой компании. И в пилотном варианте мы решили попробовать вот эти услуги обкатать на людей, которые приехали. Могу сказать, что эксперимент успешно получился. То есть, приехав рожать в США, если у вас срок до рода приблизительно 3 месяца, вы успеваете оформить медицинскую страховку. Опять же, нужно знать, у кого ее оформлять, как ее оформлять, каким образом ее оформлять. Я, естественно, это озвучивать не буду. Но расходы получаются следующие. Оформив эту страховку на рода, вы получаете страховой полис, который будете по месяцу оплачивать из расчета где-то 450 долларов непосредственно до момента рода. А когда сам фактор произойдет, вы выплачиваете так называемый дедактабл. То есть, такая страховая премия, страховая выплата какая-то. Вот, дедактабл, который выплачивал страховую компанию. И этот дедактабл равен 2500 долларов. 2500. Ну, и, соответственно, после того, как роды прошли, еще необходимо наблюдение пару месяцев, пока оформляются документы на ребенка. То есть, еще 5-10, соответственно, продолжаем платить по страховке по 450 долларов в месяц. То есть, вот такая сумма у нас вырисовывается расходом. Ну, и, соответственно, после двух месяцев после рода люди успешно оформляют документы. Перед тем, как улететь, звонят в страховую компанию, поле закрывают. Все. До свидания. Все легально, все законно, все сработало. Страховка клиникой была принята. Все расходы были списаны. Осталось только получить от клиники бумагу о том, что клиника не имеет никаких финансовых претензий. И в следующем визите эти люди эту бумагу в случае, если возникнет вопрос на границе при пересечении, в очередной раз, граница США по поводу родов. Эта бумага будет принята миграционному офицеру, что никаких претензий, глядите, нет. Ну, и, соответственно, все вопросы закрыты. Вот такая красивая и элегантная схема, которую я располагаю. Все детали вы можете обсудить, задав этот вопрос мне на мою электронную почту. Хочу еще немножко подчеркнуть относительно бюрократии. Если американский паспорт ребенка оформляется достаточно быстро, то, как обычно, российская сторона накосячила. Я бы удивился, если все было сделано нормально, но опять начинаются пляски с губных. Так что, если вы планируете свою поездку с тем, чтобы после родов вернуться обратно в Россию, планируйте, что за один месяц вы ситуацию с документами не решите. Это как минимум два, а то и может быть и три месяца. Но в любом случае вам придется тогда в этом случае подойти в миграционный офис вместе со мной и, соответственно, проинформировать миграционную службу о том, что проблема не в том, что вы не хотите покидать территорию США, а именно в российской стороне, которая затягивает оформление документов. Соответственно, эта проблема решается, и вы не нарушаете закон. Если у вас есть вопросы, связанные с родами в США, пишите на мой электронный адрес, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Всем хороших выходных и голодные болейте!